Этот день настал! Сегодня мы опять будем заходить на самую страшную платформу в этом мире! Лайки! Я, как обычно, к этому очень хорошо подготовилась. Я похожа на гадалку, да? Или на уборщицу? Ну я типа гадалка, если что. Короче, сегодня со мной будут присутствовать мои параллельные друзья. У меня других нет. Сегодня мои друзья из параллельной вселенной пообещали помочь наладить более безопасный контакт с людьми из Лайки. А еще до этого я надела свои самые любимые носочки. В каждом видео любимые носки, но я столько классных носков нашла. Вот носки с пчелками и сотками. Вот такие вот сотки-пчелки. Поэтому вы тоже надевайте самые красивые носочки, берите самые сладкие и вкусняшки. Чтобы наш полет в параллельную вселенную прошел как можно более мягко и гладко. Что такое? Что ты говоришь мне? Что, что, что? Точно, ребята! Перед тем, как мы будем смотреть лайки, обязательно подпишитесь на этот канал, обязательно подписывайтесь на мой телеграм и пристегните ремни. Все? А не подписались, скажи мне? Так, подписались! Молодцы! Но если не подписались, у меня здесь есть такая красная кнопочка, на которую я нажимаю, и знаете, что происходит? Кто не подписался, тому это будет смениться эта мелодия, поняли? Вот так вот! Начинаем! Выбирай блеск или помада. Блеск! Блеск! Отличный выбор! Спасибо! Сейчас накрашу твои губы. Давай! Ой, аккуратно, не заходи за контуру. Отлично! Напомнила мне, дорогая, то, что я губы забыла накрасить. Ой, накрасила за меня. Спасибо, моя хорошая, моя сладкая. Что-то как-то очень хорошо этот вечер начинается, потому что асмр я очень люблю. Мне его очень не хватало. Неужели у нас сегодня будут одни хорошие видосы высвечиваться, а? Ой. Вот знаете, вот мы все смеемся, а на самом деле этот дедушка вот таким вот современным образом поздравлял своих внуков с днем рождения. Узнал, что они в лайке сидят, и это начал. День рождения тебя! День рождения тебя! Ну да, вот очень немножко перестарался. С кем не бывает? А еще говорят, наше поколение плохое. А что плохого? Вот дедушка поздравил с днем рождения, вспомнил, креативно подошел. Что сразу плохое, а? Очень неплохое поколение, с чувством юмора, веселое. Пытаюсь запустить бомбочку. Вот уже ванну набрала. Ламу притащила, чтобы снять эту красоту. И что вы думаете? Я сейчас опускаю ее в водичку, и ничего не происходит. Вот, ничего не происходит вообще. Что я делаю не так? Дорогая, и ты не говори. Смотри, тоже недавно купила, значит, шерсть, пряжу точнее. Купила крючок, а ничего не происходит. Знаешь? Вот, вот, вот. И, и, и что, что я делаю не так? Что, что такое? Что, почему ничего не вяжется? Я же купила пряжу и крючок. Ой, с книжкой тоже самое у меня было. Недавно купила себе книгу, и тут даже инструкции никакой нету, что с ней делать, понимаешь? Я открываю, вот тут какие-то символы непонятные. Еще-то тут я вот так вот делаю, но ничего не происходит. Не работает книжка. Подскажите в комментариях, пожалуйста. Ой, уже заплакала, дорогая. Ой, ой, распереживалась-то как. Ну, конечно, я ребят очень понимаю, особенно если вот посмотреть на доску сзади, походу это был урок геометрии. Если это так, то я очень хорошо их понимаю. Я просто очень надеюсь, что если учитель зайдет в класс, она не увидит эту прекрасную фигуру в центре комнаты и не попросит высчитать ее объем, площадь. Потому что если попросит, то, ну, это, наверное, до конца вечера придется этим заниматься. Сколько всего интересного эта молодежь успевает. И АСМР снимает, и на спортивные секции ходит, и с друзьями веселятся. Главное еще расходами на все это распоряжаться грамотно. Я сама уже как год пользуюсь картой Тинькофф Блэк, но сейчас Тинькофф выпустили особую молодежную карту со специальными условиями для старшеклассников и студентов от 14 до 22 лет. Молодежи вообще повезло, потому что помимо бесплатного обслуживания и возможности получать стипендию прямо на карту, вы получаете еще море кэшбэка. Очень-очень-очень-очень много кэшбэка. Слушайте меня. До 10% кэшбэка в ресторанах, до 15% кэшбэка на 4 выбранные категории, которые вы, кстати, если что, можете выбирать каждый месяц. Аж до 30% кэшбэка при покупках у партнеров, список которых, кстати, постоянно обновляется. До 7% годовых на остаток, которые начисляются каждый месяц. До 15% годовых по накопительному счету, которые можно оформить прямо в мобильном приложении. Очень удобно, потому что можно откладывать деньги и следить, как растут сбережения. Фу, ну вот это правда много кэшбэка. Причем он не приходит какими-то там бонусами или баллами, а настоящими рублями прямо на карту. Ну и, конечно, переводить деньги с карты на карту можно все так же бесплатно. Просто указав номер телефона или карты. Переходите там по ссылке в описании, чтобы заказать молодежно-дебетовую карту Тиньков. И начинайте пользоваться всеми преимуществами прямо сейчас. У меня есть одна очень любимая рубрика в лайке. Называется «Умные мысли на фоне абсолютно не связанных между собой картинок». Чем заняться во время поцелуя с девушкой? Боже, ну наконец-то кто-то поднял эту проблему. Так надоело тратить время на эти поцелуи с девушками. А можно было бы, знаете, столько всего успеть переделать. Книжку почитать, пока целуешься. Можно там пойти прогуляться в ромашковом поле. Пойти прибраться в квартире. Пообщаться с друзьями еще, например. Столько всего можно полезного успеть. Давайте же узнаем, что нам автор посоветует. Ну слушайте, я вообще думала, тут какие-то советы полезные дадут. А тут три из десяти вообще в эти советы ваши. Фу. Кому-то вообще надо во время поцелуя. Если ты это пишешь, то ты это делал? Я тоже так хочу. Мы можем это устроить. Фу. Обзац. Плюсы быть толстой. Выглядит мило. Легче научиться плавать. Да ангелочек такой что? Сильные. Короче, что я поняла из этого видео? То, что если я худая, то я не мила. И что если я худая, то мне очень сложно научиться плавать. Вот, плюсы быть высокой. Тут тоже есть. Всегда уверена. Я вот, например, низкая, я вот точно уверена, что никогда ни обо что не стукнуть головой, пока буду заходить. Или это про какую-то самооценку. Высокие люди, они более самоуверенные в себе. А низкие люди, у них у всех самооценки проблемы. Вот они там где-то внизу и шастают. Модельная внешность. Окей. Дотягиваешься до чего угодно. А плюсы быть низкой. Тоже есть. Всегда молодая. Пойду обрадую свою бабушку, которая это 83 года. У нее рост 155. Она вот такая у меня вообще малюсенькая. Скажу ей, что она моложе меня. Точно обрадуется. Большой выбор одежды. И тут смайлики, такие детские бутылочки с молочком. Это она имеет в виду в детском отделе. Типа еще можно одежду себе выбирать. Легко поднять на руки. Парни любят низких. Ладно. Много мест, где спрятаться. Да, мне уже, если честно, очень хочется спрятаться от этого лайки. Пойду спрячусь под диван. Ну, тут немножко пыльно, если честно. Мне лень, но намек понят. Знаете, это может быть как плюсом, так и минусом. Много мест, где можно спрятать это вот тело. Ну, значит, для высоких это плюс. Меньше места, где можно спрятать. Хорошо быть высокой. Всем привет, нищеброд. Привет. А че так грубо? Теперь здесь я самая лучшая. Завидуйте молча, боты. Мать в канаве, что ли, потеряли? Ну, с мамой было лишним, дорогая. Ты свои мозги оставила в канаве. Ха-ха-ха-ха, ты сама бот и мать в канаве, что ли, потеряла? Мать в канаве у тебя. Сердечко. Вообще-то нельзя обзывать мам, потому что мама это как будто родина. И все мамы хорошие. Ну, давайте мы признаем. Вообще никого обзывать не надо. Особенно из-за геля для душа. Хорошо? Пожалуйста, давайте мы перестанем друг другу обзывать из-за геля для душа. Слышь ты, бомжиха, иди в свою канаву. Наши мамы лучше, а твоя мама не. Завидуй, молча. Интересно, я так же агрессивно общалась, когда мне было лет 10. Хорошо, что мы об этом никогда не узнаем. Моя мама строже, так что молчи. Дорогая, сейчас ее мама увидит то, что ты такие лайки снимаешь, и придет к себе домой и будет разбираться вместе с твоими родителями за такие видео. Агрессивные. Короче, я не знаю почему, но этот тренд с Dolce Milk мне попадался чуть ли не каждый второй раз, когда я листала лайки. Я вообще не знаю, почему это так популярно, но какой-то тут новый тренд. Я реальный эстетик герл. Парень, посмотри на мою эстетику, восхищайся эстетикой, ведь я эстетика Dolce Milk. Слушайте, ну эстетика правда классная, но если бы ко мне ночью пришел бы кто-то в костюме вот такого банана, я бы, наверное, перестала есть эти бананы. А вот прикиньте, нах, кто Элвин в костюме банана пойти. Иди, все записываем, в костюм банана нахуй. Но этот тренд с Dolce Milk не ограничивается только вот такими вот веселыми видосиками. Там еще очень много агрессии. И замыло. Ааа, зато ты жирная малолетка. Ребята, по-моему, ваши все эти гели для душа вызывают агрессию. Ну я же не виновата, что тебе не хватает денежек на простой Dolce Milk. Ну что, подать тебе денежку, такой бомж? Завидуй. Я, конечно, не бомж, но если ты предлагаешь сама, то я бы не отказалась. Нет, ребят, точно, если хотите сделать мне приятно, то поставьте лайк на это видео. Давайте соберем 100 тысяч лайков, и будет следующий ролик про лайки. Вот, все. Все привет, ребята, и со мной сняла дуэт какая-то нищебродка. Ааа, что же она сказала? В описании она написала это. Ты не понимаешь, типа, крутая. Если ты крутая и богата, выброси весь Dolce Milk. Ну если ты так хочешь, то я сделаю это. Ну что ты, лучше бы мне отдала, я бы хотя бы им помылась. Ну вот нищеброды, теперь вы довольны? Завидуйте молча, потому что я могу себе позволить такое. Просто лошары. Видимо, это мыло настолько хорошее, что оно убивает все бактерии, и вы можете мыть руки аж в унитазе, и не бояться всех этих микробов. Конечно, хороший маркетинговый ход, но я проверять не буду. Клубника-бомба, честно говоря. Стоп! Прежде чем вы будете писать комментарий негативный, послушайте меня. Я тоже сначала не очень поняла, почему в центре детской комнаты стоит пилон, но оказалось, что это отдельный вид спорта, какой-то акробатический, в общем, спортивная гимнастика. Это все оттуда. Скажу честно, я тоже этого не знала, и все комментаторы тоже этого не знают. Но они все равно выражают свое очень негативное мнение. Какой-то кусок мяса для шаурмы на вертеле. Гусеница какая! И да, правильно, вырости. Я бы себя обматерила, но жаль мелких материть. Спасибо, что не обматерила. Так приятно понимать, что ты сдержалась и не обматерила бедного ребенка, который показал, как он делает акробатический трюк. Где медаль? Где медаль? У меня сегодня нету медаля. Просто пошлем какие-нибудь хорошие вибрации этому человеку. Спасибо, что не обматерила. Спасибо, дорогая. Да? Ну и сюда. Спасибо, да. А помните, я в одном из своих видео про лайки показывала вам девочку, которая ударила кота? Это был самый взлет ее карьеры, потому что после этого видео она обрела очень много фанатов. И на этом истязания бедного кота не закончились. Где кошка? Где кошка? Кошка, мам, мне царапили очень сильно. Щипели, меня царапили везде. Играла вся со мной. Бедная кошка играла. И из-за этого ее... Какие интересные игры у вас с кошкой. Ну, модель, модель, да. Блин, было бы тебе 12, я бы с тобой замутил. Знаете, возможно, такие видео меня бы даже никак не смутили. Но комментарии под этими видео пугают сто раз больше, чем сами видео. Лицо ужасное. Кнопка смыва унитаза через блютуз. Фу, страшная, нельзя краситься ей. Мать, перестань хайпить на своих детей. Не мать, а позор. Деточка, ты меня видела вообще? Я сама по себе хайп. Вы можете ее побольше кормить? Она худая? Капец. Мне 26. И да, я все такая худая и вешу 45. Я немножко не понимаю комментарий их мамы, потому что ролик был только с детьми. И комментарий адресован детям, по всей видимости. Ну ладно, хоть не на сундучки копят, пока там детки в школу ходят. Так что... Словил кринж. Хвастается типа королева мира, бомжиха. Это тот самый видос, где девочка просто покрасовалась на камеру. Ох! Так. Что? Мне пытаются что-то сказать? Секундочку. Ох! Точно! Совсем скоро же на канале будет 600 тысяч! Ох! Вот такая красивая цифра. Поэтому, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, подпишитесь на канал. Не забудьте. Спасибо. Я очень испугалась того, как он улыбается. Знаете, очень, на самом деле, распространенная проблема. Я каждый раз, когда хожу в зал, очень боюсь, что я как-то неправильно буду пользоваться тренажером. И вместо того, чтобы качать руки, я начну качать мышцу пальца, например. Опа, что тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Иди туда! Ой, зачем? Спинка бедная! Ой, а если сколиоз у нее? Ой, там уже все выгнулось, наверное. Да и без сколиоза страшно. Ну вы что? Бедная девочка. А еще и собачка хочет прыгнуть. А что она раком встала? С-с-с, я подршу жабозавры. Опять мы возвращаемся каждый раз к одному и тому же. Одни и те же проблемы. Одни и те же люди в комментариях. Одни и те же ужасы. Что делать-то? Что с этим всем делать? Сколько уже можно? А? Повезло пацану-то! Повезло-то как? А, вообще? Доча, иди сюда. Да иду я, мам, иду. Что, можете ли уже посмотреть? Нельзя. Ну, мама. Что происходит? Да ты все утро мультики смотришь. Надо уже помочь по дому. Ну, мама. Зачем так кричать? Ой, ребята, ну кто из нас так не кричал, когда мама просила по дому помочь? Ну что, о чем мы говорим? О боже, тут такая маска страшная, если честно. В конце на демона похожа. За скольки лет у меня парень. Вот столько. Нет. Вот столько. Нет. Вот столько. Нет. Вот столько. И это верно. Ш-шесть лет. Упс. Ребята, это рофл. Это не рофл. Надеюсь, рофл. Нет. Многие не так поняли. Мне 11, ему 10. Ну, это-то, конечно, многое меняет. Ага. Парень это не хороший друг. Сколько раз повторять? Это мое мнение. Я как хочу, так и делаю. То есть парень даже не согласен с тем, чтобы вы встречались? Типа, ты захотела и поэтому вы, типа, теперь встречаетесь? Не повод хвастаться. Только клоуна из себя делаешь этим. А парень так вообще тигрот-дигротский. Во-первых, ты его даже не видела. Во-вторых, то есть все, у кого есть парень, хвастаются? А, как бы, ну, как это так сказать-то? А, ну, понимаете, ну, как это, как это говорить-то? Я забыла, как говорить. Ну, как бы, это очень странно. Одним словом. А особенно знаю, что это вроде бы все как не консенчуал. И вам как бы 10 и 11. Щенята, ну что, у вас, наверное, зубы-то гнилые черные. А у меня, посмотрите, белоснежные. Ставь лайк, если хочешь такие зубы. И пиши в комментариях, они тебе нравятся или нет. И только попробуйте мне написать, что это не мои зубы. Я их замазкой замазала. И это не так. Да, только что посмотрела. Да не правда, это все фильтр в лайки. Ну, что ты нас обманываешь тут? Мы же-то знаем, как это работает все. Проверяли на себе же. Я помню, как в детстве мы замазкой это ногти себе рисовали. Типа у нас French, французский маникюр. Лучше бы уж ногти рисовал. А то еще съешь эту замазку и все. Как писает Костя. Как пис... Рома! И смайлики такие. Да что ты нам тут рассказываешь? У тебя там кран стоит. Мы все-все видели. Это не Костя и не Рома. И кто там? Да, Костя и Рома. Боже, если это не шутки, то мне кажется, что Роме... Давным-давно пора к врачу. У нас так выпадет Нутелла. Кто ее так ест? Сможешь выдержать взгляд девушки Наруто? Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу И живешь в подвале Кто он согласен? Жмите лайк Она меня уже достала Достали эти бомжихи Вот бы избавиться от всех бомжей в этом мире Ребята, с меня сегодня хватит лайки Я больше не могу Я думаю, мы достаточно посидели на этой платформе И посмотрели весь этот ужас, что там все еще творится Если вам это видео понравилось И вы хотите еще раз продолжение видео про лайки То обязательно давайте соберем 100 тысяч лайков И я сниму следующее видео А пока я пойду попью ромашкового чаю И съем что-нибудь, успокаиваюсь Всем спасибо за просмотр Всем тьмок